всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики германии и я предоставлю вам опять-таки прослушиванию статью из газет которая анализирует ситуацию в миграционной политике реакцию правительства и скажем так выполнение тех условий и обещаний которые они делали несколько лет назад итак статья из газеты ncc после прихода к власти талибов немецкое правительство пообещало ежемесячно привозить в германию тысячу афганцев нуждающихся в защите с этой целью министерства внутренних дел и федеральное министерство иностранных дел приняли решение о так называемой федеральной программе приема когда она стартовала в октябре 22 года министр иностранных дел анна лена бербок заявила что она в первую очередь направлена на женщин и девочек по ее словам цитирую мы хотим вернуть им частичку надежды и шанс на жизнь в условиях свободы самоопределения и безопасности министр внутренних дел нэнси фезер также пообещала мы действуем и выполняем наши гуманитарные обязательства согласно наших договоренностей идем далее в то же время бербок и фезер очень редко в последнее время говорят об этой программе эта программа значительно отстает от действительных обещаний этих министров к июлю этого года под данным министерства внутренних дел германии в общей сложности только 533 афганца приехали в германию по этой программе кроме того эту программу неоднократно критикуют за уязвимость в системе безопасности в данное время этим скажем так пробелами в этой программе занимается сразу несколько прокуратур теперь кажется что два министерства хотят как можно тише отложить программу приема то есть они хотят ее просто напросто закрыть для внешнего мира правительство уже некоторое время повернуто спиной и не хочет отвечать на эти вопросы даже на вопросы парламентариев лишь предельно немного словно теперь оба министерства так и правительство просто приостановили эту программу ладно оставим эту статью теперь давайте смотреть почему же эта программа не работает почему же по заверениям нэнси фезер и аналена бербок обещавших что они будут ежемесячно вдумайтесь только в эти цифры ежемесячно тысячу афганцев принимать из афганистана то есть в год получается 12 тысяч афганцев они говорили о том что на будут принимать женщин и девочек которых над которыми издеваются нарушают их человеческие права но однако к нам ежегодно приезжают не узнаем что нет может они трансгендеры вот эти вот афганцы которые бегают по улицам с ножами и пытаются убивать людей среди вот этих вот всех мигрантов из афганистана которые приезжают сюда в германию женщин и девочек по факту раз-два и обчелся на тысячу человек их максимум двадцать это многим из них отказывают в приеме а вот вот этих вот ненормальных молодых здоровых бандитов которые действительно устраивают дебоши резню в этих лагерях для переселенцев их почему-то принимают и когда говорят о том что их нужно отправлять обратно в афганистан тут наше министерство в первую очередь иностранное дело встает в штыки и говорит что афганистан ай-яй-яй небезопасная страна и мы не можем отправлять туда людей которые пускай даже нелегально приехали в германию то есть она готова принимать людей ежемесячно по тысячи человек а отправлять бандитов и крейки уголовных элементов обратно она не готова потому что там идет война то есть они бежали оттуда от войны чтобы устраивать преступления здесь кстати по тем афганцам которых давным-давно отправил как давным-давно в августе отправили с такой великой помпой обратно в афганистан дав каждому по тысячи евро наличных денег карманных денег некоторые из них уже заявили о том что они готовы вновь вернуться в германию вот вам пример недавно из гамбурга был депортирован один афганец который приехал к своим родственникам живущим в швеции 8 лет назад он подавал там в швеции неоднократно заявление но на убежище ему отказывали от 8 лет он как-то там прожил и приехал сюда в германию ему здесь в германии тут же отказали и причем получилось так что нашли ну там же с ними работают как я вам уже говорил различные вот эти вот социальные конторы которые занимаются помощью и гуманитарной психологической и естественно одна из таких контор предоставила этому афганцу адвоката потому что его только он приехал в германию его депортировали и буквально через две недели он вновь приехал в германию и тут его взяли под арест естественно вот это вот маленькая какая-то организация дала ему своего адвоката тут же был произведен суд и адвокат был просто уверен в том что суд признает этого бедного афганца человеком имеющим полное право на получение статуса беженца в германии но по решению суда этому человеку было отказано в выдаче статуса беженца на основании дублинского соглашения которое гласит что если человек уже получил даже пусть временный статус в какой-то стране евросоюза он обязан находиться там все . естественно адвокат этого афганца был несколько шокирован таким быстрым ответом суда и сказал что они будут подавать апелляцию но пока он будет подавать апелляцию этого афганца до скажем до какого до четверга вы до четверга до 7 до 7 ноября то есть по факту до до конца этой недели его обязаны были депортировать обратно в швецию будет ли он опять состав делать попытки приехать в германию или нет не скорее всего да скорее всего он будет пытаться приехать вновь но ведь тысячу евро наличными в карманчик просто так от нэнси фезер каждый же хочет получить вот он и готов приезжать сюда снова и снова вот еще один случай по поводу 1 тоже афганца который несколько лет прожил в лагере для вот этих вот перемещенных лиц у которых был на статус непонятно то ли беженца то ли временно терпимого он устраивал дебоши он устраивал по ножовщину со своими сирийскими соседями его депортировали его выгнали в сирию из сирии он да и даже не доехав до сирии он подал в суд где-то он находился там на вот этих перекладных странах он подал в суд и на основании того суда германия обязана была его вернуть обратно потому что он приехал в германию как беженец попросил статус беженца ему было отказано ему выдали временный статус и опять-таки ссылаясь на дублинское соглашение этого афганца германия обязана принять обратно но то что он уже записан в базе данных полиции то что за ним идет целый список уголовно административных преступлений это вот эти организации которые занимаются защитой всех вот этих бандитов криминальных элементов это не интересует им главное чтобы как можно больше приехала сирийцев афганцев сенегальцев вот этих исламистов в германию тогда этим организациям будет легко и хорошо и вольготно кстати по последним сообщениям именно из правительства программы поддержки вот этих вот как называется за и но третунг спейса и так далее вот эти вот кораблики от гуманитарных организаций курсирующие в средиземном море на юге около италии спасающие вот этих вот беженцев на надувных резиновых лодках программы официальной поддержки этих организаций с января следующего года закрываются то есть почему бы не почему нельзя было это сделать сразу не открывать программы каким-то частным непонятным организациям которые не разбираясь в ситуациях просто-напросто помогают приезжать в европу людям в основной своей массе неадекватным и психически нездоровым готовым бросаться на любого прохожего с ножом с палкой с разбитой бутылкой в руках и кричать аллах акбар и мы требуем халифат тут в германии нам уже достаточно вот этих вот палестинцев или которые арабов из ливана приехавших сюда 30 40 а то и 50 лет назад сейчас они все задрали свои павлини и хвосты и бегают каждые выходные в крупных городах германии на демонстрации с криками нужно создать палестинское государство нужно то нужно все нужно прекратить геноцид бедных палестинских арабов на территории ближнего востока ведь просто так я вам уже говорил в одном из последних видео никто бесплатно на такую демонстрацию не выйдет для того чтобы собрать толпу таких демонстрантов нужны деньги нужны финансы кто финансирует все эти демонстрации в германии опять-таки через вот эти вот культурно духовные центры как они себя называют мечети попросту вот эти мулы финансируют спонсируют все эти демонстрации все эти организации демонстрации в германии откуда деньги у этих граждан эти граждане получают из гуманитарных фондов спонсируемых ираном финансовую помощь на развитие исламской культуры в европе они наверное забывают о том что такое культура вообще в своем изначальном значении культура это культура поведения культура высказываний культура жизни вообще социального поведения и условий среды обитания это есть культура а вот то что они делают выбрасывая деньги на проведение таких демонстраций это называется попытка свержения власти попытка скажем так не не геноцида ни в коем случае нет но попытка развития расовой ненависти к другим народам на территории чужой страны если опять таки если не такие великие патриоты которые хотят чтобы была палестина хотят чтобы там было так же хорошо как например в германии в которой они уже по несколько поколений живут то почему бы им туда не вернуться и начать ее отстраивать антонио гутерриш в июне месяце этого года подписал же резолюцию о создании государства палестина значит на основании этой резолюции вы просто вдумайтесь будут и уже идут большие финансовые потоки на якобы восстановление инфраструктуры укрепление экономики и социальной жизни в этом регионе это ведь не просто так было создано это подписано резолюция о создании государства палестина но опять таки кто получает эти деньги тот же самый хамас те же самые террористы хизбалы кто получает все эти деньги которые уже идут туда большим потоком наша аналена бербок кричит о том что нужно прекратить геноцид населения бедных палестинцев в секторе газа а наша аналена бербок забыла что эти бедные палестинцы седьмого октября прошлого года творили в израиле а наша аналена бербок забыла о том что они постоянно устраивают террористические акты набрасываясь с ножами и с оружием на простых людей вообще не имеющих никакого ни отношения ни даже понятия о том что вот эти у этих людишек в голове люди идут спокойно на работу кто-то идет в школу кто-то идет в магазин и тут на них набрасываются ненормальные идиоты с ножами с криками аллах акбар палестина от моря до речки до речки вонючки и убивают людей аналеночка наверное забыла кстати давайте сейчас мы вот от этой темы перейдем немножечко ближе именно к немецкой политике кристиан линднер заявил о том что скорее всего при огромнейшем кризисе светофорной коалиции он со своей партией вынужден будет с января этого года нового года пардон следующего года двадцать пятого выйти из этой коалиции чтобы создать оппозиционную силу этому правительству почему они к этому идут у них идет сильнейший сейчас раздор в этой коалиции они грызутся за каждую лишнюю копейку госбюджета потому что деньги затрачиваемые на вот этих вот афганцев сирийцев сенегальцев непальцев и так далее откуда-то надо брать та же самая Урсула фон дер Ляйен которая несколько раз обвиняла Германию во всеуслышании в геноциде населения каких-то африканских стран обвиняла Германию в том что Германия не хочет становиться в позицию понимающего государства угнетенных народов требовала чтобы Германия платила сумасшедшие штрафы за каких-то вернее каким-то нелегалом пытающимся всяческими способами попасть на территорию Германии Урсула фон дер Ляйен пообещала буквально пару месяцев назад маленькому государству это государство называет себя тоже как бы сторонником балканского полуострова хотя к полуострову она не имеет никакого отношения это государство называется Молдова она пообещала президенту этого государства в случае успешного исхода референдума о евроиндеграции полтора миллиарда долларов финансовой поддержки страны опять-таки куда должны были бы эти эти деньги на развитие инфраструктуры на укрепление экономики на развитие социальной жизни ну прошел в Молдавии референдум в первый день утром говорили что увы референдум можно считать действительным так как 54 процента населения проголосовали против евроинтеграции однако же в обед сразу же следующий в этот же день но уже в обед сказали нет нет тут закралась какая-то ошибка в программном обеспечении по подсчету голосов и оказалось что 51 процент всего населения Молдовы проголосовало за евроинтеграцию почему они это сделали а потому что все-таки хорошенький куш в полтора миллиарда долларов просто так могущий упасть с неба им на руки не всегда и нигде найдешь такие деньги на дороге не валяются но чё-то вот урсула фон дер ляйен сейчас молчит обещать то она обещала сумасшедшие деньги а как только прошел этот референдум не шатка не валка тут же урсула замолчала и вот такие вот функционеры как курсула фон дер ляйен или она лена бербок или нэнси фезер которая вообще ни хрена не соображает своих обязанностях просто подписывает бумаги которые ей дают уже те люди имеющие отношение к ситуации она просто подписывает и говорит то что ей пишут по бумажке такие вот функционеры в политике вершат судьбы народов вершат судьбы страны в которой они живут ну ладно урсула фон дер ляйен уже давно в германии не живет она извините за прямое высказывание гадит птичьим пометом на свою страну в которой она родилась с трибуны европарламента она постоянно пытается в чем-то уличить или унизить германию мол типа германия если она считается негласно все еще якобы локомотивом евросоюза хотя этот локомотив уже давным-давно пора сдавать в ремонт значит этот локомотив должен поддерживать все африканские страны и азиатские страны олаф шольц ездил несколько месяцев назад в узбекистан и подписал программу обмена специалистами потому что в германии не хватает рабочих рук сейчас будут ехать узбекские работники медицина не знаю вот учителя не знаю но медицина сфера обслуживания допустим строители они будут ехать сюда по программе подписаны олафом шольцем с управлением узбекистана и многие политики говорят но как можно подписывать такие договоренности с той страной в которой нарушаются права человека а что олаф шольц должен был делать по их словам он должен был послать туда ограниченный контингент немецкого бундесвера чтобы начать войну в том регионе многие политики просто не понимают того что на самом деле происходит но ведь они политики они считают что они все-таки знают это намного лучше а вот теперь смотрите наш министр труда хубертус хайл а также наш супер-пупер вице-канцлер роберто хабик чуть ли не в один голос говорят что у нас в германии не хватает рабочих рук только по статистике за этот год нам не хватает 700 тысяч специалистов однако же по их заверениям по их словам по их программам которые они создавали ранее в этом правительстве к нам в страну за несколько лет приехала свыше пяти миллионов афганцев сирийцев сенегальцев приехали специалисты а нам до сих пор не хватает 700 тысяч специалистов а вот эти вот граждане которые приехали из сирии из афганистана вместо того чтобы их принудить интегрироваться в жизнь страны как сейчас хотят это сделать с местным населением которые очень долго получают бюргер гельт сначала была социальная помощь потом был хардсфир потом был бюргер гельт почему-то правительство не хочет вот этих вот афганцев сирийцев сенегальцев и так далее заставлять интегрироваться тусуются бьют друг друга избивают режут друг друга но фиг с ним приедут новые не будет этих придут новые вот так считают многие политики у нас в бундестаге а теперь по поводу того что я сказал вот про вот этот социальную помощь хардсфир и бюргер гельт сейчас опять-таки наш министр труда архубертус хайл заявил что казна государства увы не бездонна и мы уже видим как там мало осталось денег хотел бы я тоже глянуть в эту кастрюлю и вот они будут всех злостных сидельщиков получателей социальной помощи вот это вот бюргер гельт принудительно отправлять на айн ойро джоб раньше это было от своей марк джоб а теперь айн ойро джоб что это за работа это любые вспомогательные работы пускай даже на каких-то небольших производствах пускай даже подметать улицы или в каких-нибудь допустим социальных вот этих вот домах для поддержанной мебели аппаратуры там тоже требуются люди те же самые электрики те же самые слесари сборщики мебели ремонтные обслуживания там везде требуются люди так вот всех многих людей сидящих на вот это вот бюргер гельт будут теперь отправлять на рублевую работу то есть за один час работы они будут получать 1 евро все те люди которые будут отказываться от такой работы им будет срезаться пособие на 25 процентов сначала если они на следующий месяц вновь будут отказываться им будет срезаться пособие уже на 70 процентов как они будут потом жить они просто вынуждены будут идти на работу вот вам одна из попыток правительства такого парализованного правительства полностью в мозгу хоть как-то стабилизировать уход денег из государственной казны заставив людей начать работать плюс еще хоть как-то закрыть вот эти вот места специалистов которых как они говорят 700 тысяч специалистов не хватает в германии но тем не менее как раз вот они и объясняли вот эту миграционную политику нехваткой специалистов особенно вот роберт хабик который чуть ли не на каждой встрече кричит о том что мы принимали принимаем и будем принимать мигрантов в нашу страну потому что во первых у нас как по словам роберта хабика у нас демографическая ситуация в стране очень и очень шаткая немецкие женщины отказываются рожать это он наверное сам с каким-то гинекологом сам знакомый разговаривал наверное раз он так утверждает и поэтому нам нужны мигранты которые способны в год произвести несколько человек нового населения и вот как раз это население которое будет рождаться здесь будет легче интегрироваться в жизнь страны минуточку роберт вот эти вот палестинцы арабы которые бегают в больших городах на пропалестинской демонстрациях и кричат антисемитские лозунги среди них есть люди которые родились здесь и выросли а почему же они не интегрировались может быть все таки дело в менталитете а не в условиях проживания в какие условия проживания не пусти обезьяну она обезьяной там и останется нужно заставить эту обезьяну поработать чтобы она получила себе свой банан если не заставлять обезьяну работать а просто кормить ее бананами то она потом начнет на тебя какать и плевать с ветки своей пальмы на которой она сидит вот и все вот такие вот у нас сегодня дела сумбурные такие новости миграционная политика и реакция правительства на все вот эти вот ситуации естественно мое мнение тоже по поводу того что вот это вот правительство просто-напросто некомпетентно оно себя не оправдало вот уже три с лишним года оно у власти пора бы это правительство нафиг вышвырнуть уже с бундестага всех их вышвырнуть и посадить туда действительно тех людей которые которых заботит судьба страны судьба своего народа в первую очередь и людей которые будут развивать свою страну свою инфраструктуру и поднимать экономику страны они вот эти вот министры хабики бербоки и тому подобные которые просто-напросто по чьей-то указки оттуда уничтожают планомерно свою страну в которой они родились не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео со своими знакомыми друзьями коллегами поддержать наш канал финансово потому что я вам уже говорил что монетизация на этом канале себя не оправдала вообще можно сказать те копейки которые присылал youtube это деньгами назвать невозможно поэтому если кто-то желает поддержать наш канал финансово или qr-коды под каждым видео в описании каждого видео или же вот эти вот супер спасибо всем кто поддерживает наш канал мы будем безмерно благодарны и будем стараться соответствовать тем стандартам которых вы от нас ожидаете ну что ж всем удачи и как всегда по традиции не болейте всем пока